МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящая кыргызская ферма. Высоко в горах. Чистый воздух, кобылье молоко и кумыс. Только хозяин у фермы настоящий немец. Абрам с детства трудился в хозяйстве у отца. Кыргызские горы и кыргызская лошадь для него роднее немецких полей и рек. С ранних лет Абрам вместе со своим братом помогал родным ухаживать за лошадьми, доить кобыл и чистить ферму от навоза. Позже все хозяйство перешло братьям по наследству. Это мой отец. Это он начинал. Здесь пустырь был. Здесь ни одного дерева не было. И все пусто было. Вот они с дядей моим, своим братом, отец, с братом, они двоем начинали. Там одна дойка, вот видите, домик стоит. Там и вот здесь потом эту дойку строили. Теперь Абрам вместе с братом понедельно работает на ферме. Настоящей работой назвать это сложно. Для Абрама это скорее стиль жизни или призвание. Лошади его судьба теперь навсегда. Для него и его детей. Мы-то раньше в Союзе, мы у скотажа тоже работали. Только мы кровь, телят выращивать там, да, вот этим занимались. А отец потом, вот он с 83-го года, он начал заниматься вот с лошадьми. Вот это он, эти деревья он посадил здесь. Дай-ка! Садись, дой. Вот сюда иди. Давай, дой. Абраму удалось наладить современную систему получения кобыльевого молока. На первый взгляд все просто. Есть кобыла, у нее есть молоко. Нужно только подоить. Однако все далеко не так. Вот это равносельно, что вот коров доили, то же самое. Только соски мы отрезали наполовину. Отрезали и сделали их меньше, потому что соски кобылы маленькие. И так же мы доим, как коровы. Видите, они боятся. Ай, место. Место, место. Ай, место. Помимо автоматизированной системы доения, Абрам ввел на ферме и особый психологический подход к умному животному. Дело в том, что кобыла просто так не отдает молоко. Ей обязательно необходимо присутствие жеребенка. Если кобыла не дает молоко, она не хочет дать молока. Мы там поднимается, и один подходит, он сосет. И когда кобыла начинает давать молоко, мы его убираем и собираем молоко. Одна кобыла за раз дает не больше двух литров молока. Поэтому доить приходится часто. Каждой кобыле необходим особый подход. Секрет успеха Абрама в отношении к своим подопечным. Лошадь – это уникальное животное. Это уникальное животное. Лошадь не любить, я не знаю вообще. Я знаю, что многие люди любят лошадей. И она действительно, это лошадь. Но это все. Раньше передвигались. Машин не было, все на лошадях. Правильно, да? Так же и мы здесь. Все на лошадях. Немецкий подход во всем. После дойка кобыла послушно уходит с стойла. Само кобылье молоко требует аккуратности и чистоплотности. Сразу с под кобыла оно поступает в специальную систему. Никто не верит, что можно будет. Что кобыла может привыкнуть к этой дойке. Но это оказывается возможно. Как это все дуется? Сначала там, потом там? Ну вот оттуда. Вот от кобылы идет по проводу. Вот по трубам идет молоко. И вот сюда заходит. Вот сюда. Вот сюда в этот бочок идет. Молоко! Молоко! Вот такими кружками пьем ежедневно и прибавляем столько же весу, столько же здоровья. Так что пейте, дети, молоко кобыли. А я в 2008 году получил инсульт. У меня все отказано было. Я даже вот эту посуду не мог держать. Вот так. Ни справа, ни с левой. Не мог ходить. Мне два человека вот так ходили. Вилли там вот. И после молока, у меня 99% восстановления. Поэтому молоко очень полезно. Кобылий молоко. Туристы, отдыхающие на ферме у Абрама, словно пчелы на мед, быстренько собираются, чтобы первыми отведать парного кобыльего молока. Наша съемочная группа не стала исключением. Тоже будешь пить? Давай. Да? Попробуешь? Она вкусное молоко. Ты попробуй. Сладкая, да? Сладкая, да. Она не кислая, как кумыс. Она не похожа на кровь? Нет. Она в том-то и смысл, что кровь и молоко, она же жирная. А жирности нет. А чем полезно оно? Вообще печень, кишечник идеально. Желудок. Даже сахар, да, сахар понижает. В летнее время туристы для Абрама – главный источник дохода. На ферме есть все условия для их проживания. Тут и на баяне поиграть можно, и отдохнуть в тишине национального колорита в настоящей киргизской юрте. Я уже шестой день. Я приехала, ну так, спокойно, спортсменом не была. А сейчас уже я иду на спорт, как говорится. После того, как очищение сделать так легко, я лечу. Сам Абрам чувствует себя здесь особенно комфортно. Родная земля и спокойствие, которое так необходимо, особенно в последнее время. Если у нас будет мир, не будет войны, конечно, здесь будем жить. Куда нам ехать? Зачем? Здесь же все свои. Мы здесь родились, и родители здесь. Все нас знают. И, не знаю, там, ну, хорошо здесь жить тоже, знаете. Для того, чтобы турист чувствовал себя по-настоящему комфортно, вся женская часть семьи Абрама готовит сытный обед. В этот раз это шарпу из молодого горного барашка. И барсоки – неизменный спутник самой вкусной киргизской трапезы. Ну, мне хорошая семья, мне хорошие дети. В принципе, конечно, бывают и везде проблемы свои, но в основном... В основном, я бы сейчас сказал, конечно, счастлив. Конечно, я хоть и своих внуков не вижу так часто, но в основном, я себя неплохо здесь чувствую. Несмотря на то, что вся семья общается с туристами на русском языке, им все же удалось сохранить немецкую культуру. Язык, который остался языком общения внутри семьи. Ну, все равно мы дома разговариваем, да, на своем языке. Все равно разговариваем дома. И, конечно, если бы никто отсюда не уехал, наверное, было бы лучше еще. Было бы лучше. Ну, чувствуешься, конечно, что среди крысского народа живешь, и к своим, как к свой. Пока туристы обедают, семья Абрама не сидит без дела. Племянник Даниэль готовится согнать кобыл для очередной обязательной процедуры – кормления жеребят. Куда я поехал? За лошадями, чтобы жеребят напоить. Каждый жеребенок, он знает свою маму, и мама знает своего жеребенка. Они по запаху определяют, как свое. Чужого не... Вот видели, сейчас вот чужой подошел, она кусать начала его. Вот это они знают, как и люди своих детей все знают, так и лошади, своих детей. Бог, Бог, Бог. Это наш Серый. Это папа. Всех мам. Любимица Абрама – жеребец Серый. На него возложена особая функция. Он заменяет Абраму несколько пастухов. С ним в горах не пропадет ни одна кобыла. Ну, он пасет их, да. Я их только пригоняю, когда мне надо на двойку. А так он все функционально выполняет полностью. За ними ухаживает, их семеняет. Все его работа. Это его жена, 20 кобыл. Это и вон я. Как бай. Как у мужа жена, так это у него кобылы. Да. Основное богатство Абрама – это, конечно же, кобылы. Они предназначены исключительно для доки. Выпасенные умелым жеребцом, они словно драгоценный камень хранятся в стойле, ожидая часа доения. Их на ферме около 30. И каждую Абрам знает и любит, словно своего ребенка. Ну, что они для нас значат? Они для нас все значат. Это наша работа, во-первых, да. И мы вообще, мы все время возле скота, да. И сколько я знаю, мы в деревне все время возле скота и с лошадьми, и со скотиной. Ну, вот это все, это наша жизнь, наша работа, это наша. Другое, наверное, ничего не умею больше делать. Кроме парного кобыльевого молока, Абрам готовит на ферме и традиционный кыргызский кумыс. Немного кислый, но очень полезный. Его, его вообще делают еще, киргизы его заквасывают, там как-то у них какой-то рецепт есть, и они его не разглашают, сильно этот рецепт. А мы закваску у них берем. И потом мы берем закваску, там литров пять, и потом взять только теплое молоко, сладкое наливаем, мешаем, и она сама играет. Наподобие как пиво. За много лет работы Абрам так и не смог узнать рецепт кыргызской закваски. Зато познал главный секрет национального напитка – кочевников. Так ему надо часто мешать. Часто мешать надо его. Чем больше мешаешь, тем лучше кумыс становится, чем вкуснее. А сами-то любите? Конечно, кумыс. Очень хороший. Вкусно. Всю свою жизнь Абрам прожил в Кыргызстане. Лошади и кыргызские горы стали по-настоящему родными. Местные жители и иностранные туристы загоди занимают очередь, чтобы летом попасть на лечебную ферму к Абраму. А для кыргызского немца – любой гость в радость. Для него всегда найдется кружка полезного кобыльевого молока и стакан кумысов. Я столько ездил, я столько раз уже в Германии был. Много уже поездил, да? Наверное, лучше места, чем этого нет. Не знаю, и погода хорошая, и природа красивая. Ну, все здесь хорошо. Понимаете, здесь все хорошо. Вот так разобраться – все хорошо. Ну, все, ну, живу в ней, это же страна наша, ну, как? Это все для нас, да? Это жизнь наша, Кыргызстан. Я не знаю, как. Субтитры создавал DimaTorzok